Они не дарят букеты цветов и конфеты своим вторым половинкам, однако ухаживать умеют. Два полосатых хищника Кактус и Кассандра уже много лет живут под одной крышей. Тигрица моложе своего жениха почти на 7 лет, однако разница в возрасте не помеха для влюбленных кошек. У них теплые и трогательные отношения, а если милые бронятся, то ненадолго. Мы сюда приходим не первый раз, постоянно когда к ним подходим, они ласкаются через клетку. Фырчат, иногда играют, а иногда ссорятся. Уже второй год подряд эту пару посетители признают самой крепкой. Ее наградили памятным знаком и любимым лакомством. Второе место в конкурсе для влюбленных заняли серебристые черные лисицы. А все потому, что они очень заботливые родители. Если у животных образуется пара, то самец и самка становятся неразлучны. У лисиц еще бывают такие случаи в дикой природе, если отец семейства погибает по какой-то причине, то на его место может прийти другой лист и проявлять заботу о потомстве. На почетной третьей строчке расположились лебеди-шипуны. По легенде, эти птицы всю жизнь хранят верность одному партнеру. Это стало поводом для возникновения фразеологизма «лебединая верность». Однако эти птицы не такие безобидные, какими кажутся на первый взгляд. Лебеди, несмотря на то, что грациозные и изящные птицы, довольно-таки агрессивными становятся в брачный период. В дикой природе они оберегают свою гнездовую территорию и причем очень жестко могут нападать на других птиц и на мелких хищников. Люди порой могут поучиться у животных любви и взаимопониманию. Для этого достаточно прийти в Самарский зоопарк. Что касается участников конкурса для влюбленных, то в следующем году их список может пополниться. И одинокие обитатели зоопарка встретят свою вторую половинку. Ксения Баканова, Николай Сидоров, События.